Привет, друзья! Попробую сегодня вам объяснить, как настроить правильно камеру, для того, чтобы у вас получались качественные снимки. На видео Xiaomi Poco X3 Pro не совсем новый телефон, уже я им пользуюсь больше 5 лет, но тем не менее, меня очень сильно устраивает фотографии, которые этот телефон делает, и те видео, которые я, бывает, снимаю, сделаны именно на эту камеру. Так что здесь заявленные мегапиксели тоже хорошие, 48 мегапикселей, да, тут камера с стабилизацией, и как изначально утверждает разработчик, что камера способна делать качественные снимки, а тем более снимать видео. Этот телефон брал я больше, чтобы снимать видео, по железу он тоже классный, я сейчас вас научу, какие настройки нужно сделать, для того, чтобы камера работала как часики у вас. Прежде всего, вам нужно просто зайти в камеру, и здесь уже непосредственно сделать кое-какие манипуляции. Во-первых, смотрите, нажимаем, выбираем, к примеру, режим видео, давайте сначала видео полностью настроим, а потом уже фотографии. Значит, выбираем режим видео, в правом верхнем углу мы видим вот такая вот, видите, три полосочки, и здесь мы видим, что у нас есть режим 720 пикселей, 30 кадров за секунду, 1800p, 30 fps, и 1800p, 60 fps. И есть уже съемка в 4К, то есть 30 кадров за секунду, но тем не менее в 4К. Стоит понимать, куда вы снимаете видео. Если вы просто в TikTok снимаете, то вам, конечно же, качество, вот как у меня стоит, 1080 пикселей на 60 кадров за секунду. Это вообще классное качество, это Full HD качество, и вам хватит очень классно снимать. А стоит понимать, если вы переключите вот этот вот ползунок на 4К, это вообще будет бомба съемка, будет качественная съемка, будет бомбезная съемка, вы сможете снимать обалденные видосы. Но стоит понимать то, что вы все-таки не сможете, видите, на 0.6 делать все-таки 4К, вы только сможете на 1Х снимать в 4К. Если как только вы переходите на 0.6, у вас переходит на 30 кадров за секунду, 30, 1080p. То есть я ставлю 1080 на 60 кадров, съемка просто бомбезная, классная, и меня все устраивает. 4К я, если включаю, если снимаю на YouTube, потому что там видео больше, лучше индексируется, если в 4К. В TikTok такого нету. Дальше, смотрите, тут у вас есть пункт настройки, и вот у вас есть видео, вот такой вот видеокодер. Первый, это производительность, ставьте максимальную производительность H265, не 264, а 265, то совместимость, а это будет производительность, но производительность будет намного лучше, качество будет классно. Разрешить маркировку видео, нажмите метка во время записи видео, чтобы позже во время воспроизведения вернуться к отмеченному месту. Ну, это я не знаю, нужно вам или нет. Функция кнопок громкости, тут каждый сам выбирает, настройки расположения функции, вы можете вон выбрать, смотрите, ночь, портрет. Если снимаете, кстати, ночью видео, включайте вот этот вот пункт ночь, у вас реально будет лучше видео сниматься. Это 100%. Режим камеры можете здесь выбрать, какой вам вкладке, видите, панелька. Ну, это вообще мелочи, главные настройки, вот те, которые я показал вам, это, да, очень классно. И смотрите, если у вас мерцание идет, есть тут такой пункт устранения мерцания. Вы ставите 60 Гц, то есть это вообще будет устранять мерцание. Мерцание от чего? Если какой-то свет, если плохая картинка, если вы где-то выбрали снимать очень плохо, без света, там, определенного, без освещения, то ставьте на максимальную. Многие там блогеры рассказывают, пишут, что не нужно там выставлять настройки, у вас уже качественно стоит настройки. Нет, у вас ставят минимальные настройки, понимаете, камеры. Это самое плохое, что может быть. Так, с видео мы разобрались, здесь переходим, видите, вкладочка фото. Фото вкладочка. Сразу хочу вам сказать, что у вас здесь, видите, есть на верхней панели HDR выключенный. Вам нужно включить не HDR, а просто HDR. Это улучшится картинка фото, вот вы увидите 100%. Также есть вспышка. Вспышку вы можете включить автоматически, можете при плохом освещении, можете вообще ее включить, чтобы она делалась при каждом вот фото действии. Я ее отключаю, я только включаю, если там мне нужно вот сделать, да, потому что вспышкой бывает отблеск идет и плохие фотографии. Это стоит тоже помнить, а они, как правило, вспышка у вас включена автоматически. Ну и когда человек вы фотографируете, неприятно, потому что вот этот вот свет, человеку сразу неприятно. Дальше, в правом верхнем углу у вас есть вот такие вот еще три полосочки. Нажимаем на эти три полосочки и смотрим, что у нас здесь за меню. Нас интересует, опять-таки, размер. Есть 1, 1, 3, 4, 9, 16, фулл. Я рекомендую 3х4, это стандартный размер, качественный, ничего не надо дополнительно ставить, выдумывать. Он стандартным стоит и так дальше. Также у вас есть рекомендация, что вы можете сделать фотографию через некоторое время. 3 секунды, 5 секунд, 10 секунд, ну я выключаю автотаймер. И здесь у вас есть пункт, который называется настройки. Вот смотрите, если вы зайдете в настройки, у вас изначально будет стоять водяной знак. То есть на всех фотографиях будет писаться модель вашего телефона и бренд вашего телефона. То есть Xiaomi Poco X3 Pro. Я рекомендую этот, конечно, пунктик выключить. Это тоже вам даст дополнительное качество. И здесь вот есть качество фото. Вот смотрите, фото. Видите, качество фото. Стандартно стоит нормальное. Может стоять низкое, чтобы сэкономить память. Вы ставите абсолютно вот такой вот пункт, высокое. То есть все, чтобы качество всех фотографий было на высочайшем уровне, нужно поставить качество фото высокое. И стоит понимать, что как только вы включите пункт качество фото высокое, у вас все фотографии будут в высочайшем качестве. Будет снимок очень классный, очень красивый И у вас не будет никаких проблем Вот и все Как видите, все очень просто Вы сможете также устранение мерцания Тоже ставьте 60 Гц И в принципе все, 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 все вы сделали И теперь можете качественно делать фотографии Можете снимать качественное видео И удивлять своих друзей качественной картинкой И помните, что даже самый телефон бюджетный Можно настроить и он будет вам выдавать очень классные Качественные фотографии, видео Это может сделать в принципе каждый С вами как всегда был ваш техноблогер Тимуха Лайф Если какие-то будут вопросы, обращайтесь Тем временем оставлю вам еще два новых ролика на просмотр Всем добра, всем счастья, всем мирного неба До скорого